Всем привет, с вами GPX, а именно JumboMax, и в этом видео я порассуждаю на тему E3, а конкретно поделюсь мыслями по поводу того, что нам покажут на конференции Microsoft. Готовы? Тогда погнали! Что же ждать от майков? Естественно, что-то крутое, ибо хайпят они не на шутку. 100% покажут Project Scorpio, в полной красе слева, сверху, снизу и так далее. Наконец-то объявят цену. Опять скажут, что это зверь, просто консольный монстр, который будет выдавать картинку в 8-ном 4К разрешении и должны показать фичу выбора настроек графики. Ходились слухи, что можно будет выбирать между графой и производительностью. Лично мне этот проект интересно посмотреть лишь визуально, а так он мне не очень интересен, потому что 4К разрешение мне как бы не нужно, ну и я не любитель четких текстурок, мне главное, чтобы игра была интересная. А покупать более дорогую консоль для того, чтобы у тебя картинка была лучше, ну я не вижу смысла. Если там будут эксклюзивы, что маловероятно, ибо у всех бомбанет, то да, интерес сразу же поднимется в 100%. Вместе со Скорпио нам должны показать будущий интерфейс с названием Project Neon. Project Neon должен кардинально изменить внешний дашборд, ибо в нем должны внедрить метавселенную в виде обновленных аватаров. На самом деле я не представляю, как это будет, но это вызывает интерес. VR скорее всего опустит и скажет про него, ну прям два слова, и в них мне хотелось бы услышать, будет ли поддерживать его оригинальный Xbox One, а то как-то, ну обидно будет. На конференции стоит ожидать показ геймплея старых игр, вернее уже анонсированных. Crackdown 3, Death of Decay и так далее. Естественно, нас ждет пару предложений про возрождение Скалебаунд, ибо сейчас права у Microsoft, и думаю, что и триллер нам покажут. И скорее всего нам скажут про продолжение рекорд в виде дополнений. И очень надеюсь, очень надеюсь, что анонсирует Rise 2. Это будет на самом деле просто выстрелом, ведь никто не отрицал, что игра разрабатывается, все жаждут продолжения, недавно по голду раздавали первую часть, подогрев к игре интерес, и все же ходили слухи про сюжетку в кооперативе. Поэтому скрещиваем пальчики и ждем. Естественно, будет анонс Forza Motorsport 7, туда же и добавить нечего, и 100% скажут, что все перечисленные игры будут работать 4К разрешения на Project Scorpion. Вот тут мне не очень радостно, так как я боюсь, что оригинальный Xbox на конференции могут забыть. Также нас ждут показ новых IP, честно, я даже и представить себе не могу, что они могут анонсировать. Но я больше склоняюсь, что это какой-то экшн-проект наподобие Quantum Break. Ведь Майкам реально не хватает таких игр, и было бы неплохо улучшить линейку эксклюзивов. После основных игр, мне кажется, пойдет всякая индюшатина, и нам должны будут рассказать о какой-то крутой фиче в Xbox Live. После анонса Xbox Game Pass нам намекнули, что данная подписка еще цветочки по сравнению с тем, что нас ожидает на E3. Мне кажется, что это будет возрождение семейной комнаты, в которой можно будет делиться друг с другом играми, либо это будет возможность дарить друг другу игры через Xbox Live. Вот такие вот у меня догадки. Я уже сплю и вижу, как школьники будут просить игры через Xbox Live в клубах. Также в какой-то момент нам должны дать какую-либо халяву, ибо два года подряд они нам ее дают. На конференции Microsoft в 2015 году нам всем подарили коды для бета-тестирования Gears of War Ultimate Edition, а в 2016 году при анонсе обратной совместимости дали Tekken Tech Tournament 2, поэтому будем ждать. Ну, давайте подведем итог. Список того, что нам покажут и расскажут на E3, по моему мнению. И еще по моему. Это, естественно, Project Scorpion, покажут будущий дашборд Project Neon, показ геймплея уже анонсированных игр, анонс Forza 7, возрождение Скалебаунд, продолжение рекорд, анонс Rise 2, показ новых IP, две штуки, всякая индюшатина, фича для Xbox One, которая связана с Xbox Live, и какая-нибудь халява. Еще раз говорю, что это всего лишь мои мысли, мои ожидания, и я просто поделился ими с вами. Если у вас тоже есть какие-то мысли или догадки насчет того, что же будет у майк на E3, то пишите их в комментарии, мы с удовольствием их прочтем. Также не забывайте подписываться на канал и на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. Ну что ж, до E3, ребята, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok